Продолжаем программу. Изменения, вносимые в Конституцию Республики Узбекистан, призваны ускорить реформы и в сфере труда. Согласно статье 37 основного закона, каждый имеет право на труд. Свободный выбор работы, справедливые условия труда и на защиту от безработицы, в порядке, установленном законом. О том, какие изменения предусматриваются проектом Конституционного закона, далее в выпуске. Женщина. Сегодня всесторонне поддержана и окружена заботой государства. Но до недавнего времени представительницы прекрасной половины, особенно те, кто, создав семью, ждали пополнения, имеющие маленьких детей, сталкивались с определенными трудностями, связанными с трудоустройством. Что порождало проблемы относительно реализации их жизненных планов, потенциала в целом. Именно поэтому в 37 статье Конституции нашей страны вводится норма в соответствии, с которой запрещается отказывать женщинам в приеме на работу, увольнять с работы и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Внесение в законопроект статьи 37, касающиеся прав женщин на труд, это очень важный и своевременный, я думаю, шаг. Плюс еще к этому нужно добавить, эта норма дает такие же права не только работающим женщинам на госучреждениях. Впервые эта норма даст возможность женщинам, работающим не государственным учреждением, вот такие же права. Эта норма своевременная, очень важная, и она будет защищать женщин, их права на труд. Согласно данным, в сферах науки и образования, медицины, культуры трудятся более 70% представительниц прекрасной половины. В других направлениях эти показатели намного ниже. Осуществляется поэтапная работа по защите прав и интересов женщин. В частности, выдаются охранные ордеры пострадавшим от притеснения и насилия. Открыты специальные отделы в правоохранительных органах по их защите. Предоставляется материальная и моральная поддержка. Но вопросы касательно полного обеспечения трудовых прав женщин были не на должном уровне, которые выявлены в процессе изучения правоохранительными органами. В ходе проводимых мероприятий прокурорского назора выявляются случаи нарушения некоторых прав женщин в трудовых отношениях. Изменения и дополнения, вносимые в статью 37 Конституции, дадут действенные результаты в предотвращении нарушения в данной сфере. Норма статьи 27 Декларации прав человека, а также статья 6 Конвенция об охране материнства Международной Организации Труда нашли свое отражение в изменениях и дополнениях, вносимых в Конституции. Внедрение этих норм послужит основой для обеспечения прав и интересов женщин в нашей деятельности. Запрет дискриминации прав женщин в сфере труда в основном законе нашей страны послужит, в частности, достижение гендерного равенства в сфере труда, повышение активности женщин, легализация их и формальных трудовых отношений, повышение позиций Узбекистана в соответствующих международных рейтингах.